Познакомься с Марвином. Марвин очень симпатичная нимфа-кузнечик из семейства Цикадовых. Марвин немного выпендривается. Марвин, засунь свой язык обратно в рот. Милдрид тоже девочка-кузнечик, и она очень гордится своим новым платьем. Ты отлично позируешь, Милдрид. Нам тоже нравится твое платье. Вот здесь Милдрид изображена рядом с шариковой ручкой, чтобы ты мог понять, как тяжело ей было писать свой роман. Эрнесто получил пакет с фотографиями модный класс. Но Эрнесто немного нервничает в день фотографирования в классе. Не волнуйся, ты выглядишь потрясающе. Теперь Демия, нимфа-кузнечик, близкая родственница кузнечика-листоеда, но относящаяся к инфраотряду фолгоморфа. Возможно, ты заметил что-то в ее выборе аксессуаров. Спасибо тебе, Дамия, да, именно об этом я и говорил. Многие детеныши растений-прыгунов могут выделять воск из специальных желез и создавать что-то вроде кефали с полным телом. Сначала займись делами, а потом развлекайся. Ну что же. Но эти восковые хвосты могут послужить защитой, если преследующий хищник попытается быстро укусить. Некоторые хвосты немного напряжены, например у Девы, они начинают нервничать, если чашечка находится слишком близко к краю хвоста. Другие предпочитают пить прямо из баночки с апельсиновым соком и носят вчерашнее нижнее белье, как хвосты. Знаешь, я больше похож на Стрельца. А еще есть Милдрид. Милдрид это ее собственный чертов знак зодиака. Она просто расхаживает вокруг, как крошечный носорог в день повышенной влажности. Милдрид просто маскируется. Видишь, ты едва можешь ее найти. Не все детеныши растений-прыгунов источают воск, но они очень хорошо прыгают. Они могут разогнаться с нуля до 12 миль в час, менее чем за миллисекунду. Ты готов? Вот так. У нимф-прыгунов на растениях есть маленькие шестеренки, настоящие шестеренки на бедрах. Эти шестеренки обеспечивают синхронизацию прыжковых ног во время взлета, а после этого они откидываются назад, готовые к следующему прыжку. Еще одна группа родственников-прыгунов на растениях и листьях, это прыгуны на деревьях из семейства Мемросидей. Здесь за целым стадом Биби ухаживают их тети-няни. Эти муравьи только и ждут, чтобы собрать капельки медвяной росы. А это самое красивое название для какашки в природе. Только сегодня утром я съел порцию жареной картошки с чили и сыром дью. Все эти прыгуны, даже слюнявчики, питаются соком растений, который настолько богат сахарами, что они выплевывают его, часто прямо в рот поджидающему муравью. Муравей получает пищу, а детеныш остается чистым, что очень важно, потому что остатки сахара могут привлечь смертельно опасные бактерии и плесень. У некоторых нимф есть специальные анальные трубки, и это забавно слышать. Это не так забавно, как анальная ямочка, но все равно забавно слышать. Я знаю, что ты думаешь. Что такого особенного в анальной трубке? А разве у меня нет анальной трубки? Технически да. Но твоя трубка может это сделать. Вот эта нимфа-кузнечик, например, может вытянуть свою анальную трубку прямо из задницы, как если бы она двумя щелчками вставила кончик механического карандаша. Это удлинение помогает ему откладывать росу подальше от тела, если поблизости нет муравьев, жующих ягодицы. К сожалению для муравьев, этот конкретный задний проход вызывает такое же разочарование, как пустой тюбик от Принглс, только коронки. Детеныши листьев, деревьев и растений вырастают и становятся одними из самых модных взрослых особей в животном мире. Взрослые кузнечики увлекаются узорами и принтами, как Эмилия Пуччи, но у них есть преимущество в 30 миллионов лет. Как хочешь. Хочешь что-нибудь патриотическое? А как насчет чего-нибудь более утонченного? А как насчет того, чтобы нанести хайлайтер на драку с помощью светящейся палочки? А как насчет чего-нибудь более похожего на то, что у меня есть зеленые и желтые мелки, но на раскрашивание уходит всего 5 секунд? Я собираюсь на вечеринку в стиле Black Tie, а потом на рейв. У тебя что-нибудь есть? Взрослые любители побегать на растениях больше любят играть с формой и аксессуарами. Некоторые из них сохраняют свои восковые хвосты, а у других вырастает носовидный выступ, который помогает им проникать под кору и добывать сок под ней. О, прости, но продолжай в том же духе. Взрослые насекомые прыгуны обладают высокой степенью специализации и часто имитируют других насекомых в качестве формы защиты. Ну серьезно, кто бы стал с этим связываться? Сейчас взрослые люди, живущие на деревьях, одержимы шляпами, которые заставили бы визжать модистку или галантерейщика. У многих людей, живущих на деревьях, увеличена передняя спинка или первый сегмент грудной клетки, что создает подобие шлема. Один ученый предположил, что эта структура развилась из третьей пары крыльев. А потом другой ученый сказал, о, интересно, как жаль, что ты совершенно не прав. В этом смысле лучшая наука – это долгий и медленный пассивно-агрессивный спор. С помощью этого шлема древолаз может имитировать шипы ОС и муравьев. Даже крошечные вертолеты – это татуировки в виде сердечек с шипами на них. Некоторые из них даже выглядят как Малефисента, одетая как еще более крутая Малефисента. Вот один из них ищет вену на листе, как медсестра с похмелья в день сдачи крови. Это действительно одни из самых разнообразных и восхитительных созданий, и я их обожаю. Особенно это очень милое создание. И это заставляет меня быть благодарным ученым и энтузиастом, гигантом по сравнению с этими крошечными существами, которых некоторые называют вредителями, которые сидят на корточках и изучают листья своими макрообъективами. Потому что им любопытно.